Здравствуйте, коллеги! Очень рада участвовать в вашей конференции. И это моё первое выступление на конференции. Я надеюсь, что я не займу много времени и попыталась сжать эту тему в самую соль. Наверное, сейчас здесь будет много Алистера Кроуля на квадратный метр, потому что только что Кира о нём рассказывала. И я тоже буду упоминать его очень много, апеллировать к его ритуалам. И, может быть, кстати, добавлю своим выступлением кирпичик в тезис о том, что он не писатель и не поэт в первую очередь, поскольку он хаотик. У меня тоже в докладе про это много. Тема моя звучит как классификация временной трансформации личности во мистических процессах. И эта тема, на мой взгляд, очень актуальна, поскольку это белое пятно в исследовательском процессе. Мы имеем дело с состояниями временной трансформации личности в любом мистическом эзотерическом учении. Неважно, смотрим мы на первоисточники, либо на их аналитику. В любом случае речь об этих состояниях заходит. Но она заходит как бы на бэк-вокале, и никто почему-то не уделяет вниманию конкретному исследованию таких состояний именно с эзотериологической точки зрения. Мне хочется заполнить это белое пятно. И, на мой взгляд, такое состояние, такие состояния, их целый набор, целый спектр, используются в качестве подобия иностранного языка, языка, на котором человек может общаться со сверхъестественными силами, неважно, с божественными силами, либо с демоническими. Естественно, такое общение невозможно из повседневного будничного человеческого состояния. Это обычно рассматривается как аксиома. Почему про это не говорится? Ну вот просто красной нитью проходит. Для того, чтобы поговорить с высшими или низшими силами, нужно быть не собой привычным и будничным, а нужно стать кем-то другим. И про это говорили с древнейших времён. Этим тезисом пропитана философия Платона. И в пире в качестве такого связующего звена между человеком и силами, назовём это условно так, используются сверхъестественные тоже существа, которых Платон называет даймонами и которые играют роль кого-то вроде почтовых голубей между человеком и сверхъестественным. То есть они могут передать условно волю Божию человеку и могут вознести молитвы от человека к богам. Все даймонионы находятся между божественным и смертным. И в философии Платона и впоследствии неоплатоников есть даже тонкие намёки о том, что эти существа, возможно, не существа как таковые, не персонажи, а состояния. Например, в том же пире Платон говорит о том, что любовь, возможно, тоже такой даймон. То есть намекает нам о том, что любовь — это тот язык, на котором человек может поговорить с богами. Я недавно прочитала интересное очень исследование, которое посвящено философии восприятия, философии сознания. Исследование называется «Человек и его иное», авторы Румянцев, Шиманов, Файбышенко. И там говорится так. «Участники обряда демонстрируют, презентуют своё отличие от самих же себя до участия в обряде. Изображая мифическое событие, ритуал представляет тождество участника ритуала с изображаемым им мифическим персонажем посредством предъявления его отличия от изображающего его человека. И в этом состоит одна из функций ритуальных предметов, специальной одежды, масок и так далее. Человек исчезает под маской и священным одеянием. И вот также в своей монографии «Богатырёв. Мышление и откровение», потрясающий текст, у меня произвёл огромное впечатление. Он пишет, что категориально организованное мышление, образно говоря, лежит на подушке подсознательного, структурированного архетипически и связано с трансцендентным символически. И дальше он прямым текстом говорит о том, что миф первоначально звучит в составе ритуалов как сопровождение и часть действующих в нём с окраинных начала человеческой жизни. То есть мифологические принципы ритуала — это с помощью специальных костюмов, жестов и в некоторых случаях состояний поиск к формуле языка, на котором возможен такой вот ритуальный контакт. Понятное дело, что в повседневном состоянии освоить такой язык нельзя. И интересно с этой точки зрения ответить на вопрос, что внутри нас, нашей психики, нашей личности способно такой язык изучить. Если попробовать ответить на этот вопрос с чисто философской точки зрения, то можно было бы обратиться к различным системам многосоставной души человека. Например, трёхчастная душа у Платона или пятичастная душа в Каббале. Ну, именно у Платона это сформулировано в «Диалоге государства», а что касается Каббала, это книга «Берешит раба», «Таумудические толкования», книги «Бытия». Но в исторических практиках совершенно разных направлений, я бы сказала, любых направлений в принципе, существует более простой по смыслу прикладной способ такого общения. А именно, для того, чтобы пообщаться с чем-то другим, нужно стать чем-то другим, надеть маску чего-то другого, срастись с этой маской и дальше действовать из этого состояния. И вот как раз во моём исследовании я решила исследовать классификацию таких масок и состояний на примере орденов ритуала «Золотой зари», на примере ритуалов Алистера Кроули и его традиции «Телема», на примере шаманских практик, ну и на примере мифов об оборотничестве, исследований этнографических о феномене оборотничества. И на самом деле способов классификации может быть очень много. Я продолжаю изучать, исследовать этот процесс, но в моём докладе я предлагаю рассмотреть два способа классификации. Первый — это классификация по целеполаганию, для чего мы надеваем маску. И второй — это классификация по степени срастания человека и маски, которую он надевает, временной трансформацией, насколько она глубока, насколько человек в этом процессе теряет и забывает себя, перестаёт быть собою. Это формальная символическая трансформация, либо же полная, проживаемая в полной мере. Начну с первого способа классификации. Это классификация по целеполаганию. Зачем? И на самую высокую ступень этой лестницы я поставила бы идентификацию. Зачем надевать маску? Для того, чтобы полностью идентифицировать себя с изображаемым объектом. Например, с богом, с одним из богов. И вот на эту ступень, этой лестнице я поставила так называемые практики принятия божественной формы, которые были популярны в мистических орденах, существовавших на стыке XIX и XX веков. И в частности, небезызвестного ордена Золотой Зари. Ритуалы его обнародовал Израиль Регарди. Есть увесистый двухтомник, полная система магии Золотой Зари. И вот он там описывает разные ритуалы. В частности, я обратила внимание на ритуал соединения с египетскими божественными формами, в которых предполагаются и незримые участники, и зримые участники, то есть боги, роли которых исполняют люди. Нефтида, Тодд, Осирис, Исида. Для этого они используют символические средства выражения, специальные костюмы и речевые формулы, и ритуальные жесты. Что касается Алистера Кроули, то у него практически все ритуалы представляют собой довольно драматические, театрализованные действия, главные роли из которых отведены божествам. Либо божествам, либо посвящаемым в какие-то энергии. И, соответственно, главной задачей задействованного в таких ритуалах оккультистов становится максимальное отождествление с источником, к которому он в моменте обращается. И тема этого отождествления на самом деле витала в ту эпоху, и Алистер Кроули не сам придумал такие ритуалы. Вот, например, в 1899 году тоже очень известный оккультист Макгрегор Мазерс представил свой ритуальный магический спектакль «Обряды Исиды». Всё происходило в Парижском театре Боденьер. Это было очень популярное двухчасовое представление. Сам Мазерс, который любил внимание общественное, играл в нём одну из главных ролей. Он был жрецом. И это был не совсем спектакль. Это было именно интерактивное ритуальное действие, в котором были задействованы и зрители, и они подносили вативные дары божествам. То есть в какой-то момент они бросали на сцену зёрна, цветы и какие-то прочие подношения, возлагания. И мне кажется, именно успех этого спектакля мог повлиять на ритуалы Алистера Кроули, и в частности на его авторские интерпретации эллифсинских мистерий. И в этих ритуалах Кроули, который очень въедливо любил руководить ритуальным процессом, если он сам не принимал в чём-то участие, он очень доминантно и жёстко руководил лирическое отступление. Я как-то читала его переписку с Фридой Харрис, которая нарисовала за него Таро Тота. И, конечно, бедная художница, женщина, натерпелась, потому что каждый аркан, там было 100-500 замечаний и в достаточно жёсткой манере. От участников ритуала, которые принимали участие в эллифсинских мистериях, он требовал того же. Ну таких ритуалов было семь. Это было семь планетарных обрядов. И когда я заявляла тему этого доклада, мой научный руководитель Сергей Пахомов спросил меня, чем же это тогда отличается от обычного театрального действия. Почему мы ставим это на классифицирующую ступеньку в ритуалы, а не просто относимся как к формату искусства? И хоть сейчас мне такой вопрос никто и не задал, но если вдруг он у кого-то висит в воздухе, я первентивно отвечу на него, что в ритуалах и в «Золотой заре» и у Алистра Кроули всегда есть кульминационный момент присоединения, торжественного присоединения к силе. В театре, конечно, он тоже есть, но это происходит метафорически. Ты понимаешь искусство, значит, ты присоединяешься к силе. Если ты не понимаешь высокое искусство, ты сидишь и на каком-то просто поверхностном, смысловом уровне понимаешь это действие. Но, тем не менее, в ритуале всегда есть либо причастие, либо дивинация, либо благословение. И вот что касается дивинации, у Кроули очень часто есть такое, и в «Элевсинских мистериях» в том числе, это такой аспект ритуала, который никак не учтён в заранее прорепетированном ритуальном регламенте. То есть это свободная форма, и предполагается, что участник ритуала, который вошёл символически в контакт с божеством, принимает на себя настолько компетенции этого божества, что имеет право вещать от его имени. Свободный духовический текст, который произносится от имени божества, и он заранее нигде не зафиксирован и никак не отрепетирован. На следующую ступень этой классифицирующей системы я поставила бы временную трансформацию личности, когда она служит не целью, а средством для достижения чего-то иного. Кульминация мистической практики какая-то другая, но в качестве средства необходимо стать кем-то иным, чтобы достичь этой кульминации. И вот если корни первой ступени легко ищутся в античной философии, то почвой, взрастившей вторую ступень моей системы, стали самые древние ритуалы, известные человечеству, которые даже не были магическими ритуалами, а были охотничьими, имитирующими ритуалами, имитация повадок животных, которые впоследствии получили уже мистическое развитие в практиках шаманизма, в том числе и шаманизма европейской территории. И здесь я имею в виду шаманские техники соединения с тотемным животным, с целью воспарения или снисхождения в какие-то миры. Такие состояния глубоко исследовал Мирча Илиаде, причём он минимум внимания уделял философским и эзотерическим аспектам состояний, но доминирующее внимание было уделено именно символическим аспектам, как это всё происходило. Например, он много писал о ритуальной ликантропии, о мистических обрядах преобразования человека в волка, которые существовали везде, где известны воинские сообщества, в том числе и у германцев, у греков. И в этом случае перевоплощение являлось скорее транспортным средством. Шаман преобразовывался в животное силы не для того, чтобы из этой роли, например, вещать о каких-то высоких смыслах, а для того, чтобы на спине у этого животного, как на божественной вахане, воспарить верхний мир или спуститься в нижний мир. И там уже работать с духами. Финский учёный Криолайнер, описывая процедуру Камлани, сообщал, что, вот, например, в одной из процедур все присутствующие стали свидетелями того, как шаман, обратившись к медведям, ушёл в лес. А в другой раз тот же самый шаман обратился в птицу и вылетел в верхнее отверстие чума. То есть это некая продуманная часть, довольно сложной ритуальной траектории, которая ведёт нас к самой смысловой сути предполагаемого ритуала. Ритуал для чего-то, у него есть конечная цель, для достижения этой цели надо временно преобразиться и идентифицировать себя с животным транспортным средством. Или вот, например, у Илиады описывается сибирский инициатический обряд. Это не магический обряд, а скорее социальный, когда юноша становится мужчиной. И вот к нему приходят шаманы в образе волков, в волчьих шкурах. Они заходят в его дом на четвереньках, и присутствие в ритуале этих условных волков далеко не цель этого ритуала. То есть они пришли для того, чтобы символизировать для этого юноши смерть, для того, чтобы его сожрать. В этом ритуале юноше предварительно наносилось неглубокое ранение, ну и приходили вот дикие животные для того, чтобы его поглотить. И вслед за этим, как в любых инициациях это происходит обычно, он мог возродиться, воплотиться в новом качестве. То есть цель данного обряда — это провести посвящаемого юношу через вереницу состояний от пугающего состояния предсмертия до аннигиляции в смерти и потом возрождение, которое и является целью этого ритуала. И на третью ступеньку такой классификации я бы поставила обращение к дичайшему животному демоническому состоянию ради объединения со своими первобытными инстинктами. То есть здесь нет как таковой ритуальной цели вообще. Нету цели полагания, существует лишь процесс обращения, оборачивания. И это похоже на шаманское воплощение в священное животное, но цель полагания здесь совершенно другое. И здесь я, конечно, имею в виду практики оборотничества. Конечно, их сложно анализировать, потому что существующие аналитические исследования есть только со внешней стороны. То есть это этнографические исследования и анализ этнографических заметок. Не существует первоисточников эзотерических, в которых о подобных процессах говорилось бы со стороны перевоплощаемого, то есть со стороны оборотня. Зачем это? Как это происходит? Тем не менее, все легенды и мифы об оборотничестве связаны, как правило, не с случайными обернувшимися, не с содержимыми обернувшимися, а с магами, колдунами, мистиками, то есть с людьми, которые теоретически чисто могли бы оставить такие первоисточники, но не оставили. Марьяна, прошу прощения, осталось две минуты всего. Я быстро, я сейчас очень ускорюсь, прям вот очень-очень ускорюсь. Быстро-быстро. Хорошо. Народные представления о магии и колдовстве всегда связывались с идеей свободы. Даже если мы посмотрим на всем известный молод ведьм, он весь пропитан идеей ведьмовской свободы. Это и свобода от физических законов мира, ведьма умеет летать. Это и свобода от социальных норм и условностей, ведьма распущена в сексе. Это и свобода от человеческого лика в принципе, расчеловечивания. Ведьма или колдун умеет оборачиваться в животное. То есть это какая-то освобождающая расчеловечность. И даже исследователь оборотничества, креничная, исследователь российской мифологии, креничная неонила, подчеркивает, что когда речь заходит об оборотничестве, всегда выбираются животные, которые имеют отношение к хаосу, ассоциируются с силами хаоса, а не с силами космоса. То есть, например, никто не оборачивается в голубя или голубку, потому что эта птица ассоциируется со святым духом, оборачивается всегда в других животных. Но времени остаётся мало. Я очень быстро перейду ко второй ступени моей классификации по степени срастания перевоплощаемого временно трансформирующегося человека со своей маской. И здесь первая ступень — это внешняя трансформация облика, то есть это неглубокое принятие на себя функций. И здесь я бы как раз представила бы золотую зарю с их ритуалами, где используется лишь ритуальное одеяние и священные позы, священные жесты, которые Илиады называют жестами-эпифаниями. Вот, например, описание образа Осириса, описание авторства Израиля Регарди. Образ этот увенчан белой короной с двумя полосатыми белой с голубым перьями. На шее у него ожерелье с красными, голубыми, жёлтыми и чёрными полосами. Грудь крест-накрест пересекают две алые ленты и так далее. Не буду тратить время на цитаты. Ничего не говорится о психофизиологии состояния, никаких рекомендаций не даётся, но внешний вид описан чуть более чем полностью. Вторая ступень — это более глубокая трансформация, когда настаивается не просто на символических аспектах, но и на более глубоком погружении. И вот здесь как раз Алистер Кроули, у которого есть целая книга «Либерастарте вель Вериле», в которой он говорит о предварительной работе с божеством, с которым человек хочет работать и отождествиться. О каких-то предварительных поклонениях, предварительных подношениях, специфических днях недели и часах планетарных, в которых это нужно делать, пусть исключит из своей жизни все действия, слова и помыслы, ненавистные избранному божеству, такие как распущенность при служении Артемиде или уклонение от встреч с противниками при служении Арису. Следует тщательно изучить магические образы древнеегипетских богов, добиться того, чтобы они стали узнаваемыми и привычными, изучать их можно в музее или по книгам. Пусть ученик примет позу избранного бога, пусть представит себе, как образ бога сливается с его собственным телом. То есть это более глубокое уже погружение. И те же самые эллифсинские мистерии. Вот Кира до меня говорила в своём докладе, что Кроули очень часто свои поэтические произведения начинал как человек, который хочет создать что-то простроенное, законченное, но потом его мысль начинала изливаться хаотически. И с его драматическими ритуалами он поступал так же. В этих ритуалах очень слабая драматургия, тем не менее очень чётко прописано состояние. Он очень чёткие указания давал участникам ритуального действия касательно речи. И о том, как речь влияет на маску, в своих исследованиях писал уже упомянутый мною Мирча Элиаде. Ещё до появления артикулируемой речи человеческий голос обладал способностью не просто передавать информацию, приказы или желания, но и вызывать к жизни новые миры взрывными звуками, акустическими изысками. Достаточно вспомнить об альтернативных мирозданиях, не только парамифологических, но и иконографическим, которым дают жизнь подготовительные упражнения шаманов перед экстатическими путешествиями. И в эллифсинских мистериях Кроули использовал и трансовый танец, он использовал и стихи Суинберна, а не только собственную поэзию, потому что он считал стихи Суинберна самоценно-гипнотическими, оказывающими гипнотический эффект на аудиторию. Именно для этого и включал. Потом существует масса документов. Вот, например, статья из «Драма-ревью» 1978 года о том, как происходили эти спектакли. В них всегда был момент экстатики. Где он научился танцевать? Не знаю, по-моему, он сам придумал этот танец. Что это был за танец? Он вращался, непрерывно кружил и кружил. То есть танец — это что-то, у чего есть драматургия, а здесь это, ну, чисто как у суфи, кружение ради входа в определённое состояние сознания. Ну и на третью ступень, самое глубинное срастание с маской, я поставила бы всё те же самые практики оборотничества, там, где человек полностью отменяет своё «я», настолько, насколько, ну, что даже зрители, это невольные зрители этого ритуала путают человека и действительно животное, перед ним проявившееся. И это можно подставить с тремя стадиями актёрской игры по Константину Станиславскому. «Ремесло», «Искусство представления» и «Искусство проживания». И у него даже были термины, то, что каждый актёр должен уметь принимать состояние от пианиссима, самого лёгкого вхождения в образ, до фортиссима, когда ты уже отменяешь себя и целиком находишься в образе. И в контексте моего исследования пианиссима здесь ритуалы золотой зари, а фортиссима — это, конечно же, оборотничество, когда человек не отождествляет себя с собой в принципе. И я хочу в завершении подчеркнуть, что я предполагаю сделать гораздо более объёмную классификацию, потому что мне кажется, что это исследование протаптывает дорожку к метаизучению процесса. То есть это уже не только эзотериология, эти состояния можно изучить и с точки зрения нейрофизиологии. Я тоже коплю материалы по этому поводу, их достаточно много, но единой системы классификации не существует, и мне хотелось бы её создать. Ну, простите, мне пришлось немножечко скомкать, когда меня поторопили. Я не то чтобы скорострел по жизни, но обстоятельства поставили меня в такие условия. Если вдруг у кого-то есть вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Спасибо, Марьян. Ну, поскольку время практически истекло, у нас есть время только на один вопрос, наверное, и если кто-то хочет его задать, то пожалуйста. Так, ну, хорошо, тогда задам его я. Классификация, конечно же, то, что вы делаете, это очень интересная вещь, надеюсь, очень перспективная. Скажите, вот такой момент. Значит, вот постоянно, я думаю, трансформация. А что, если кто-то из ваших фигурантов не временно трансформируется, то есть туда-сюда вернулся, а вообще уж трансформируется настолько, что уже не вернётся? Насколько это будет ломать вашу схему или нет? Таким образом не ломает мою схему, я говорю именно о временной ритуальной трансформации, однако постоянная трансформация тоже может быть. И в случае, например, с обращением к божеству постоянная трансформация — это феномен преображения, описанный в его множестве источников различных религиозных систем. Что касается не самообожения, а расчеловечивания постоянное, то здесь имеет место феномен одержимости, но про постоянное обращение в животное такого я не слышала и не видела, но, возможно, кто-то из Мишек встреченных нами в лесах когда-то был человеком. Ненаучно это утверждать могу лишь предполагать. Я понял. А всё-таки вы говорите про временной трансформации, а вы всё-таки не указываете, какой временной промежуток, сколько это будет длиться, не знаю, полминуты, день, два, несколько часов, год. Что значит временная трансформация? Вы вот этот момент, кстати, не уточнили, потому что в нашей жизни нет ничего более постоянного, чем временная. Вся же наша жизнь является временной, в конце концов. Что значит временная? Под временной трансформацией личности я имела в виду ту трансформацию, которая происходит в пространстве ритуала. В ритуал захожу человеком, в ритуале что-то происходит, и я становлюсь не человеком, и я выхожу из ритуала человеком. Ну, то есть не я, а те, кого я исследую. А спонтанно, вот как вы уже говорили про оборотники, они же, в общем-то, могут это делать, может быть, даже независимо от своей воли. Бац, и все, они уже медведи или волки. Что касается независимости от своей воли, такой аспект есть только в западноевропейских, этнографических, они даже не этнографические, они мифологические исследования. Что касается, например, российской территории, то всегда у оборотничества есть причина. Обычно эта причина – деструктивная коммуникация с кем-либо. Помешать кому-то сделать что-то, сорвать свадебку, обернувшись волком. Ну, то есть разной степени деструкции. От напугать до подсожрать. Тому, кому не повезло. Хорошо, спасибо. Большое спасибо, Марьяна, за интереснейшее выступление. Будем надеяться на продолжение банкета в виде... Будет продолжение. Если кто-то надеется, что его не будет, не налейтесь. Спасибо вам большое, коллеги. Спасибо.